Начали! А сейчас вы не узнаете, что жители американского городка Маунт, Стерлинг, считаются едва ли не самыми лживыми гражданами США. Мэр этого города решил изменить сложившееся представление. Он планирует ввести для своих забравшихся подчиненных закон, который запрещал бы говорить неправду. Слушайте, я не могу, я читаю, у меня суфлер уже не идет. Почему так медленно? Не обращаю внимания. Давайте, может, еще раз. Говорит неправду. Только вот этот проект противоречит принципам свободы слова. Да и неизвестно, какое ведомство должно будет следить за искоренением одного из смертных грехов. Вы не поверите, но самый оригинальный подарок получили от властей индийские женщины. Теперь по всем маршрутам Дели курсирует специальный женский автобус. Такое нововведение призвано уберечь целомудренных индианок от чрезмерного внимания пассажиров мужского пола. Вы не поверите. Неуклюжесть мешает ненадлежащим образом бороться с преступностью. Поэтому те полицейские, кто не пройдет тест на стройность, будут заниматься бумажной работой. А сейчас вы узнаете, какой деликатес подают в самом немецком ресторане. В меню этого почтенного заведения недавно появилось поистине царское угощение – пицца с начинкой из настоящего золота. Шеф-повар ресторана уверяет, что блюдо совершенно безвредно для здоровья, а пекантный вкус ему, помимо драгоценного металла, придает сметану и особый паштет. Несмотря на то, что крошечник кусочек золотой пиццы стоит 35 долларов, от желающих ее нет, попробовать уже нет отбоя. А сейчас вы узнаете, как правительство Новой Зеландии оберегает своих подданных от острых респираторных заболеваний. Следуя древней традиции, новозеландцы народности Маори при встрече трутся носами, а потому в силу вступил меморандум, запрещающий следовать этой традиции хотя бы на международных встречах. Спасибо, с вами была Мария Попова. До встречи завтра. Добрый вечер. С вами программа «Культурный обзор» и я ее ведущая Мария Попова. А сейчас вы не узнаете, как привлекают внимание покупателей. Американские товаропроизводители. Одна из фирм оснастила упаковки с маслом и маргарином маленькими динамиками и специальным сенсором. Каждый раз, когда мимо полки с этими товарами проходит потенциальный покупатель, упаковка начинает кричать что-то вроде «А-а-а! Маслица не забыли?» По словам владельцев магазинов, эта продукция, несмотря на довольно высокую цену, пользуется большим спросом. А прямо сейчас вы не узнаете, что в Бельгии открылась платная тюрьма для добровольцев. В городе Брюге всего за один евро любой желающий может посидеть в карцере. Это сооружение сделано из алюминия, размером оно с телефонную будку и рассчитано на одного человека. Карцер закрывается бронированной дверью и снабжен камерой видеонаблюдения. По замыслу автора этого проекта, мини-тюрьма представляет собой добровольный позорный столб для современных грешников. А сейчас вы не узнаете, зачем литовский предприниматель Риммантас Бендрюс по ночам внимательно изучает Луну. Он накидывает хозяйским взором два участка, купленные им на спутнике Земли в прошлом году. Один из них площадью 24 гектара Риммантас приобрел в районе моря, холода, другой в бухте Радуг. По словам Бендрюса, цену заплатил совсем не космическую, всего 80 долларов. Вы не поверите, но врачи установили, что регулярные занятия индийскими танцами оказывают благотворное влияние на здоровье больных диабетом, гипертонией и различными формами артрита. Но это еще не все. Сложные мимические движения разглаживают морщины, а игра глазами улучшает зрение. Но это еще не все. Яркие индийские сари заметно улучшают настроение и укрепляют нервную систему. Вы не поверите, но сотрудники особого отдела Министерства внутренних дел Великобритании вычислили, что самыми интересными объектами для инопланетян на Земле являются линии электропередач и рынки. На высоковольтных линиях пришельцы восполняют запасы энергии, а на рынках изучают поведение и повадки землян. Вы не поверите, но в Израиле был принят закон, запрещающий добавлять воду в мясо, будь то свежее, замороженное или вышедшее срокопотребления. Инициаторы этого закона уверены, что таким образом можно будет прекратить мошенничество по отношению к покупателям, когда в мясо после разморозки обнаруживается до 50% воды. Американские социологи провели опрос и выяснили, что больше половины их сограждан недовольны внешностью своих партнеров. Более того, половина опрошенных периодически намекает своим спутникам на необходимость пластических операций. При этом женщины ради любви готовы пойти на любые жертвы. Мужчины же на уговоры изменить свою внешность, как правило, не поддаются. В Париже открылось уникальное в своем роде учебное заведение, в котором обучают основам хакерского мастерства, проще говоря, компьютерного взлома. Студенты получают весьма специфические навыки, среди которых, к примеру, создание фальшивых номеров кредитных карточек. Впрочем, один из этих основателей Академии утверждает, что такое занятие не противоречит закону. По его словам, главное знать, как взламывать компьютерные сети, но совсем не обязательно реализовывать свои умения на практике. Спасибо, увидимся с вами завтра. С вами была программа «Культурный обзор». До встречи! Добрый вечер, с вами «Вечерние новости» и я, Мария Попова. Более 100 человек погибли, и около 700 получили ранения в результате обрушения фабрики в Бангадеше. Восьмиэтажное здание долгое время находилось в аварийном состоянии. Владельцы об этом знали, но ничего не предпринимали. Накануне одна из стен треснула. Тем не менее, сотрудников заставили выйти на работу. В здании располагались несколько магазинов и отделение банка. Трагедия произошла сегодня утром. Частично уцелели лишь помещения на первом этаже. В эти часы спасатели продолжают разбор завалов. Сегодня все жители Белгорода благодарили майора Юрия Седых и его коллег, которые задержали убийцу шестерых человек. Несколько суток город находился в тревожном ожидании. Детей не выпускали на улицу. Сегодня первый относительно спокойный день. Убийцу уже доставили в здание суда для избрания меры пресечения. Судья уже вынес решение арестовать Сергея Помазуна. Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении пакет законов, которые запрещают высокопоставленным чиновникам, парламентариям, судьям и сотрудникам силовых структур иметь счета в иностранных банках. В кулуарах обсуждали демарш Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР уличил чиновникам Министерства образования репортаж Олега Шишкина. До начала прямой линии с Владимиром Путиным остается менее суток. В телефонном центре обработки звонков наступило самое напряженное время. 3000 вопросов в минуту. Операторы, которые круглые сутки разговаривают с людьми, могут не хуже социологов судить о настроениях в обществе. Лидируют темы, которые волнуют миллионы граждан. Борьба с преступностью, пенсии, жилье, дороги, проблемы социальной сферы. Репортаж Антона Пономарева. В США разбираются, как неизвестным злоумышленникам удалось взломать сайт самых авторитетных информационных агентств. Виртуальная атака чуть ли не спровоцировала глобальную панику. Расследование ведет ФБР. Но эксперты убеждены, в одиночку сотрудники спецслужб с этой проблемой не справятся. Человечество оказалось сложнейшей ситуацией. Чем выше технологии, тем уязвимнее жизненно важная структура. В этом парадоксе разбирался наш корреспондент Александр Евстигнеев. А сейчас главная мировая новость серии кинематографа. Объявлен состав жюри фестиваля в Каннах. Председателем станет американский режиссер Стивен Стилберг. А также в числе судей актеры Кристофер Вальц и Николь Кидмен. Ведущей церемонии открытия и закрытия будет француженка Одри Тату. Также стало известно, режиссера Ларса фон Триера снова ждут на фестивале. Напомню, в 2011 году во время пресс-конференции Триера сравнил себя с Гитлером. Разразился скандал. Режиссер стал в каннах персонах Нон Грата. Как было объявлено, срок наказания уже истек. Кинофестиваль стартует 15 мая. С вами были вечерние новости. Я Мария Попова. До встречи. Все, снято.